Это не краска, а шерсть. И она бывает так, что она ведет себя непредсказуемо. Именно потом, когда это все высохнет, придумать, как это все собрать на место и поставить, чтобы эти глаза не перекосились, это самое сложное. О сложностях работы рассказывают мастера-ремесленники. Так в выставочном зале Дома народного творчества открылась выставка работ мастеров-претендентов на присвоение звания «Народный мастер Алтайского края». В этой выставке у нас принимают участие 8 мастеров-ремесленников из Барнаула, Егоревского, Родинского, Черышского районов. У нас представлена художественная роспись по дереву, войлок о валянии, тестопластика, гончарные изделия. И в этом году такое новое направление – художественная обработка драгоценных камней. Звание «Народный мастер Алтайского края» присваивается с 2010 года. Комиссия оценивает изделия мастеров-претендентов по многим критериям. В первую очередь, конечно, это профессионализм. Потому что в начале работы представлялись намного слабее, чем последние годы. То есть уровень работ очень сильно вырос. Но оригинальность, естественно, кроме профессионализма. То есть композиция в первую очередь учитывается. По мнению посетителей, многих на этой выставке поразил барнаульский мастер по художественной огранке камней. Он работает в направлении «Концептуальный и конструктивный символизм». По его мнению, каждый камень несет свою мысль. Допустим, вот тот голубой камень. ВДВ на нем внутри распустившийся парашют со стропами. А поверху камня написано вверху аббревиатура «ВДВ». Это сделано матовыми гранями, чтобы выделить. И на матовом фоне прозрачными гранями написано девиз «Никто кроме нас». На открытии выставки собралось более полусотни человек. Гости оценили все работы по достоинству. Очень много труда. Я понимаю, как это все сложно. Но мы работаем с тем, что рисуем бывает иногда. Но это очень сложно. Мастера прям вообще волосы. Потрясающе. Я даже не знаю. Это довольно трудно выбрать лучшего, ведь все они хороши. К слову, в крае почетное звание «Народный мастер» носят сейчас 40 мастеров-ремесленников. «Народные мастера Алтайского края – это, конечно, тот золотой фонд из всех и многочисленных, и замечательных, и талантовых мастеров, которые получают пожизненное удостоверение и являются такой визитной карточкой Алтайского края. Именно их, в первую очередь, мы отправляем для участия в межрегиональных, во всероссийских и других проектах». Помимо пожизненного удостоверения, «Народному мастеру» вручат диплом и денежную премию в 50 тысяч рублей. Добавим, посетить бесплатную выставку можно до 31 октября. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.